Здравствуйте, друзья! Сегодня мы будем заделывать сквозную дырищу в кабине быстрого, мощного автомобиля Газел. Самый простейший способ, по моему мнению, по деньгам и по трудозатратам прост. Давайте начнем. Газель штука такая дырявая, она родилась дырявой. И вот эти вот места, которые, ну скажем, не несущие конструкции, можно заделать простейшим способом. Вот есть дыра сквозная, есть пена, она уже высохла. Срезаем ее, наносим фибра, так называемая, не реклама. Это полиэфирная смола с добавлением волокна, стекловолокна. Шлифуем, красим. Крупно нанесли, ждем высыхания. Друзья, знаете, запах детства. У кого-то ириски, эскимо, у кого-то что. У меня запах полиэфирной смолы. Это авиамодельные кружки, всевозможный день пионерии под салютом. И вот запах этот просто навеивает. Наждачим на крупняк. В общем, одной рукой мне неудобно снимать и так наждачить. В общем, в таком стиле. Примерно так. Плоскость выровнял вот этой вот дранкой, а потом более-менее какой-то там помельче. Я показываю, рассказываю это из подручных материалов все. Ну и дальше с прошлых годов у меня осталась та же самая ерундень, только уже, так сказать, выравнивающая. Наносим ее более тонким слоем. Скрываем все эти раковины. Ну и изъяны. Наносим второй слой шпаклевки, уже выравнивающий. Так, срочно, если кто-то смотрит из кузовщиков, мастеров, специалистов, срочно выключите. Смотреть не надо. Это даже вам противопоказано. Психику нарушите. Поэтому здесь все на коленках. И я его слепила из того, что было. Кто на что гораст. Дело в том, что я делаю навес сейчас. Ну и так, на сегодня кое-какие планы у меня были, я их доделал. Ну и так, стоял, курил, повернул голову, увидел дыру, сбегал за шпаклевкой, намазал и снимаю. Ну, в общем, это как бы между делом. Зачистил слегка, скотч наклеил. Все-таки некую эстетику хочется соблюсти. Хотя, в принципе, главное закрыть дыру. То, что тут вот будут какие-то щербинки, какие-то впуклости, выпуклости, это не важно. Потому что это работа на сезон. То есть, вот чтобы летом на чистенькой поездить. Потому что если такие сквозные дыры, то это кусок надо вырезать, новый ставить. Поэтому это так, для себя любимого, отдушинка. Ну, вроде как со стороны посмотрел. О, ничего, хорошая машинка. Опять же, не реклама. Я не хочу, чтобы YouTube думал, что я ее рекламирую и вам предлагаю. Что-то подобное. То есть, три в одном это компоненты. Здесь грунт, шмунт и покрытие. В общем, что-то такое вот. Знаете, как молотковая краска, либо по ржавчине. Ну, вот из этой оперы. Хотя, в принципе, можно здесь и даже по пояс покрасить в какой-нибудь черный цвет. Это делают у нас, допустим, антигравийкой. Взял вот так вот, хоп, вниз. И все. И вообще, Вася, не чешись. Здесь простым малярным способом беру валик и просто тупо вот наношу краску, прокатываю. И так, на первый слой, когда прогоняю, так сижу ряд ушкам, разгоняю потеки, прослеживаю за ними. Значит, смотрите, если потек пошел и подсох чуть, то уже тогда с красочкой и его раскатываем. Ну, вот, совершенно спокойно, тоненьким слоем. Валик был какой под рукой, вот я его почистил, потому что, ну, потому что потому. Пока первый слой сохнет, я вам покажу, вот у меня здесь прогнила вот эта вот от кузова балка, или как ее там назвать. Что я сделал? Я взял профильную трубу 100 на 40, прикрутил насквозь двумя болтами, притянул, обстучал все. Лишнее все то, что сгнило, убрал. Видите, дырок насверлил и все проварил, и везде, где можно было, проварил. Но это так же, знаете, как это, побоялся, что оно поломается, поэтому решил это сделать. Сейчас с другой стороны покажу, как было. Вот здесь надо то же самое делать, видите, оно, это сквозняк, молотком стукнуть и все. Но решение принято через некоторое время, я сейчас просто очень сильно занят. Эту балку убираем, они продаются, так сказать, чермет, она что-то там 100 на 40, пэшка. И стоит она недорого, и сюда вот трехметровую взять, и туда трехметровую. Передняя вполне нормальная, задняя тоже ее выпрямить только. Срезаем, привариваем, и белым лебедем едем дальше. Хочу отметить, что все, вот эта ржавчина вся вылезла. Скажете, что е-мое, делал-делал и накрылась. Я проездил на ней полгода после этого ремонта, потом поставил на прикол, и она стояла две зимы и одно лето. Она стояла вот здесь. Поэтому она сохранилась, я вам скажу, очень даже достойно. Посмотрите, кабина, все в порядке, она еще не мытая. Спасибо зарядке. Все стоит на месте, целое и радостное. Вот этот, видите, кожух от вентилятора. Я включил, и он вдребезги разлетелся от ветра. Почему? Потому что от солнца сгорел пластик. Здесь солнце такое в Краснодарском крае, вы же понимаете. Ну, где-то вот минут 15 прошло, первый слой так схватился, не досох полностью, и я его еще раз сейчас пожирнее прокатаю. И тогда уже она будет сохнуть, скорее всего. Ну, по ситуации, смотрите, друзья, краска вся разная, рука разная, чем вы красите и какие условия, все это зависит. Вот на второй слой прокрасил, и теперь надо очень сильно следить за потеками. Ну, если что, подкатывать чуть-чуть. Ну, там всякие крошечки, это все ерунда, просто-напросто. Я не заморачиваюсь сейчас, потому что вот когда вот здесь я красил целиком кабину, видите, нет никаких ниток, крошек, то здесь у меня старый этот валик, и с него летит. Но что я потом сделаю? Когда плотно, хорошо высохнет, я пройду нулевочкой, аккуратненько все собью, и уже на чистенькую, тоненьким слоем еще раз пройду. Ну, собственно говоря, вот и все, работа закончена. Как я уже сказал, еще нулевочкой пройду, и тоненько, абсолютно уже чистенько пройду на последний, так сказать, виток. Ну, а в целом, готово. Ну вот, друзья, что получилось, то получилось. Я не стремлюсь там за каким-то лоском-блеском в лакокрасочных покрытиях, но уверен, что у вас в 1200 миллионов раз получится лучше. Чем ли у меня? 100 тысяч миллионов. Я убежден в этом. Поэтому на сегодня заканчиваю. Пишите комментарии, не стесняйтесь. Ставьте лайки или дизлайки, если не нравится. И смотрите мои видео. Дальше будет еще смешнее. Пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok